Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем Друзья! Ну что, кто из вас не спал этой ночью и смотрел зажигательный шестой матч финала Кубка Стэнли? Пишите в комментариях. Ну а я хочу с вами поговорить о том, как этот матч прошел. И, конечно, уже так предвосхитить такой навесик туда через три дня в финал. Седьмой матч, то, что мы с вами любим. Седьмая игра в финал. Это вообще что-то с чем-то. Для пущего эффекта не хватает только того, чтобы впервые в этом финале состоялся овертайм. И в овертайме кто-то своим победным голом завершил сезон и завершил самый крутой исторический финал Кубка Стэнли. В общем, я вообще не спал практически всю ночь. Сейчас уже на другом хоккейном мероприятии. Закрываем сезон классной детской школы «Красная машина» и «Юниор». Поэтому так, экспромтом, вот здесь, в таком живописном местечке, хочу с вами поговорить о том, как матч прошел, собственно, под номером 6. Здесь, надо сказать, что вот то, о чем я говорил в своем предыдущем ролике на 20 минут, если вы не смотрели, я говорил о том, что для того, чтобы Флорида могла рассчитывать на победу, им нужно исключить свои собственные ошибки, и чтобы Бобровский сыграл сверхнадежно, как он это делал в первом-втором матче, когда ошибки у обороны случались, но он прям все подчищал. Помните, там эти выходы 1 в 0, выходы 2 в 1, Бобровский играл идеально, и за счет этого Флорида, реализуя свои моменты, она добивалась, собственно, результата. Но вот эти все ошибки нивелировать не удалось, то есть были вот эти обрезы, которые Эдмонтон реализовал. Тут можно спорить о том, что сама Флорида ошибалась или Эдмонтон ее вынуждал, но сегодня даже Макдэвид не набирал очков, но зато проснулся Драйзайтель, и первая шайба как раз вот его, эта подкидка такая в стиле Кахайловского, Вадима Шипачева, как шайба так взлетела, ну то есть без шансов, там уже ни Бобровский, ни кто-то другой не мог спасти, а все это произошло потому, что вот такая достаточно быстрая атака. Ну и дальше тоже, в принципе, все голы не без участия игроков обороны, какие претензии можно предъявить здесь Бобровскому, я не знаю, но переломный момент этой игры абсолютно точно, это начало второго периода, когда быстрая шайба Эдмонтона, и тут же после вбрасывания Барков делает счет 2-1, и вот они вроде бы эмоции, то что нужно, но тренерский штаб Эдмонтона увидел, разглядел там челлендж, и когда шайбу отменили, потом позже придет еще и третий гол, и шайба Баркова уже будет, ну то есть та, которую засчитают, он ее, конечно, забил породисто, красиво в таком советском стиле, сам пошел, обыграл, красиво все было сделано, вот. Но 3-1, и самое главное, эмоционально, психологически, на мой взгляд, в этом финале уже многое решено, в том смысле, что одно дело вести 3-0, другое дело при счете 3-0 проиграть три матча, и мне кажется, что именно в области психологии нужно рассматривать следующий матч именно вот под этой призмой, потому что, представьте, у Эдмонтона, который вроде бы уже все проиграл, сейчас супер плюс мораль, у Флориды, у которой ничего не получается, вот в последних матчах с точки зрения именно голов, игры в обороне, какие-то отскоки, какие-то нюансы, да, все вроде бы против них, и вот сейчас кульминация, седьмая игра. Вот мне кажется, что здесь, я помню, как была серия Спартака и Металлурга, здесь КХЛ, и я спрашивал у Разина, я говорю, а вот как сейчас при счете 2-2, вот, получить это решающее преимущество, он говорит, здесь работа тренерского штаба именно с игроками в плане подготовки, психологии, всего этого, и поэтому сейчас, я думаю, самый важный момент, это то, как Моррис подготовит свою команду к этой игре, как он сумеет снять вот все, что было, и подготовить конкретно к отдельно взятому матчу, и там должно тоже многое сойтись. У букмекеров котировки примерно плюс-минус равные, где-то 1.95 на 1.85 в пользу Флориды, то есть на Флориду 1.85 на Эдмонтон 1.95, то есть все примерно плюс-минус равные, можно взять 4.30 ничью, потому что ее до этого еще не было, и я говорю, что для хоккейных эстетов, наверное, увидеть, как вот такой финал заканчивается в овертайме, представьте, один момент, один отскок, я думаю, там все будет наэлектризовано просто до предела. То, что у Флорида играют дома, возможно, имеет какое-то определенное преимущество, но с учетом того, на какой стадии уже играют команды, я думаю, это не имеет какого-то такого сильного, решающего значения. Я все-таки отдаю предпочтение тому, что Флорида сумеет найти в себе силы, и, собственно, как я изначально и предсказывал, я хотел 7 матчей в этом финале, чтобы мы насладились хоккейным сезоном сполна, до самого дна выпили эту чашу, и надо сказать, что напиток, который мы пьем в этом финале, он очень вкусный и незабываемый, да, но вот остается, я думаю, что все будут смотреть этот 7 матч, без разницы, что матч так поздно, да, в 3 часа ночи, но я думаю, что этот финал надо смотреть. Вот, вы же свое мнение можете написать в комментариях, кто станет героем. По поводу консмайт, я думаю, разговаривать уже вообще нет смысла, я еще и после пятой игры сказал, что даже если Флорида выиграет со счетом 4-2 серию, отдадут Макдэвиду, я думаю, что даже если что-то произойдет, там, экстраординарное, все равно будет у Конора приз, даже если Флорида выиграет, потому что, безусловно, феноменальный сезон, и даже то, что он сейчас в шестой игре ничего не набрал, ни о чем, на самом деле, не говорит. Вот, так что, вот такие примерно мои рассуждения, такое впечатление от игры, такое предвосхищение игры следующие, вы свое обязательно напишите в комментариях, и давайте все вместе будем смотреть этот шикарный финал. Если понравился этот выпуск, прожимай палец вверх, подписывайся на канал, если все еще этого не сделал, и самое главное, этим шикарным летом не забывай, что у тебя роман с хоккеем. Всего доброго!